Их региональные языки означают только одно, что юг Украины, восток и столицу, включая Киев, никогда не будут изучать украинский язык, потому что дается право говорить на русском языке вечно. И это означает привязку к советскому прошлому, отнюдь не к Пушкину с толстым, которые давно стоят на постаментах, это означает привязку к путинской России, к чекистской, это означает привязку к советскому сознанию, и это означает клайную неприязнь к западенцам, которые на своих плечах вынесли все эти 15 лет, 20, всю борьбу за настоящую независимость. Герои немножко разные на востоке и на западе, и это прямо связано с языком. У западенцев это ОУН УПА и Степан Бандера, и Роман Шухевич, под чем я тоже подписываюсь, готов признать их своими героями, а портрет Бандеры у меня висит над письменным столом. А у восточной Украины герой советские генералы, которые брали эту Украину штурмом, потом прошлось НКВД еще сверху. Крымские татары никогда не требовали, чтобы их язык сделали хоть четвертым, хоть пятым государственным. Они в этом смысле большие демократы, они готовы и по-украински говорить. Так что это только для совков. И вот что означает европейская хартия. Она означает, что восток, Украина и юг никогда не будут иметь европейского сознания. Потому что здесь останется русский язык. Русский язык сегодня проводник отнюдь не великой русской литературы, а проводник Путина, Медведева, Патрушева. И вот это им хотят оставить навсегда.